это все люди которые пришли сидят здесь получить вакцину ковида джик ожидание я не вакцинируюсь я и укол от гриппа не делала и уж тем более не буду делать от ковида я уже жду когда ко мне медсестра подойдет и заберет меня лексюшу не оставили здесь сказали что должно только пациенты здесь находятся ожидающих не должно быть здесь а хотели ее отправить идти в машину ждать а я сказал что на не 18 лет то есть она майнер и она не может одна находиться в машине поэтому ее отправили в зал ожидания где сидят люди ждут прививку то есть их уже проверили там никаких симптомов нет здесь в зоне ожидания пациентов как бы не отложенная помощь к ним приходят люди с подозрением на ковида поэтому ее туда отправили около камина так что она будет меня там сидеть ждать а внутрь не пускают ее вот такой вот момент вот смотрите какая хрень видите как она опухшая и каждый раз нажимаешь сюда и такая боль адлеская не знаю хочу чтобы быстренько сделали x-ray просветили посмотрели и выковырили хватит уже меня уже поместили в отдельную комнату до медбрат меня забрал задал вопросы как я себя чувствую превосходно я себя чувствую как я еще могу себя чувствовать менее температуры нету никаких таких подозрений вот мне только сделайте мне палец быстренько и резоните вытащить и я дальше побегу но отправили меня в отдельную комнату маленькую комнату покажу и сказали ждать 20 минут вот я сижу с мамой разговариваем 20 минут алексюшка у меня в другом отделении сидит и ждет и и ждем мы самая плохая работа это сидеть и ждать ждем поленюсь даже вставать не буду вот такая вот у нас комнатка и здесь так перчаточки обязательно раковина маленькая комнатка правило опять-таки фейсмаск рекламе вот может быть на этом столе меня будут резать либо на этом большом столе так вдруг положу и либо на этом естественно компьютер-мониторчик ну и кресло в котором я сижу а самое интересное он серьезно такой мальчишка да медбрат он спрашивает на каком пальце я говорю на смешном пальце я говорю фанни фанни фингер он такое что это за фанни фингер но я ему показываю какой фанни фингер и тут до него как до жирафа до него дошло когда жирафа до него дошло что значит фанни фингер я никогда не слышал чтобы так его называли я говорю пожалуйста плагиате и используйте фанни фингер так что ждем пока не но не но на лак 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 м в в Добавил субтитры. Добавил субтитры. Так, смотрите, вот такая штука у нас получилась. Три часа практически, три захода. В три захода мы вытащили стекло. Хотела я запись сделать, но... They didn't let me record. They even printed all the rules and stuff. And they were just like so mad upset. Короче говоря, заставила всех попереживать. Нельзя снимать. Но я все равно засняла, где... Когда мне x-ray делали, я хотела вообще снимать, когда они будут резать. Но, видимо, знаете, такая лечебная практика. Вдруг не ту сторону порежут. Я потом засужу. Так что бла-бла-бла. Их... Короче говоря, не дали мне снимать. Но получилось как. Один раз они мне надрез сделали. Ну, как они порезали. Пытались вытащить. Там ничего не было. Потом получили... Радиологист, да. Более тщательно посмотрел, чтобы проверить. И увидел стекло. И на удивление, да, то есть я, допустим, здесь вот у меня болячка была, а стекло прошло по касательной. И совсем в другом месте было изначально, как предполагалось. И поэтому... А уже заморозка начинала отходить. Он говорит, давай тебе еще вкалю. Я говорю, нет, давайте уже делайте, потому что... Еще вкалывать мне его делайте, режьте по-живому. И, короче говоря, он стал прям вот чуть ли не насквозь, не на весь этот вот палец. Но достал вот это стекло. Я говорю, ну хоть стекло дайте мне сфотографировать. Он говорит, нет, не могу. Я могу вам его домой дать. Я говорю, давайте, я возьму его домой. Но потом он решил его все-таки сфотографировать, это стекло, и к моему делу приложить. Поэтому так вот. То есть во второй заход, благодаря радиологию, мы вытащили вот то, что он сказал. Есть, есть там стекло. Есть инородный омчик. И они вот его вытащили, потом смотрели по третьему, чтобы вообще никаких там маленьких осколочков не было. Так что вот так вот. Теперь мы сейчас пекушаем, быстренько антибиотики. И самое ужасное, поскольку я еще кормлю векусиум грудным молоком, я не могу... Он говорит, сейчас мы вам наркотичек дадим, обезболивающий. И я говорю, скратчет аут, я не могу принимать никакие обезболивающие, потому что молоком кормлю. И он такой, аааа, баммер. Он говорит, ну, готовься, будет нелегко. Поэтому будет нелегко. Но задание сделано. Funny finger. Ну, это нелегко. Продолжение следует...